Всем привет! Начинаем очередное путешествие по Вероне. Хочу показать вам граммницу Джульетты. Такое место достаточно знаковое, оно во всех путеводителях. При входе в это место здесь различные скульптуры. Не могу сказать, что они понравились. Какое-то современное искусство. Есть еще глюстик Шекспира, конечно. Вот такая арочка. Здесь проход. Можно пройти как раз граммницы Джульетты. Вход стоит 4,5 евро. Достаточно недорого. Народу практически нет. Здесь какие-то античные амфоры. Музей, грубо говоря. Дворик. Я делаю его в обустренном темпе. Потому что могила Джульетты. Вот это дворик монастырский. И здесь как раз есть вход в крипту, где находится как раз могила Джульетты. Вот этот вход. Ну, могила Джульетты. Это такая большая лоханка, грубо говоря, из красного мрамора. Отколотая с боков. Потому что действительно, говорят, все хотели отколоть кусочек. Вот. Ну, вот она и есть. Вот. Хотели кусочек отколоть и сделать какой-то украшитель. Паломников было очень много. Кстати, говорят, что среди тех, кто откалывал кусочки, был даже лорд Байрон и вторая жена Наполеона. В 1500-е годы, чтобы прекратить поклонение и захоронение самоубийцы, по указанию Святой Католической Церкви, саркофаг превратили в хранилище для воды. Но потом, по требованию общественности, все-таки опять вернули. Вот сделали такое туристическое место, куда просто куча паломников ходит для того, чтобы посмотреть на могилу Джульетты. Том де Джульетт. Так называется в итальянском варианте. Одновременно на территории этого монастыря находится прекрасная, по моему мнению, просто прекрасная выставка, музей с фресками города Вероны. Просто обалденный. Датируемый 1400-1500 годами. По-моему, там 1300 какой-то тоже есть. Ну, ходишь, смотришь, обалдеваешь. Вот тем, кто нравится, конечно, такие фрески, настенная роспись. Я думаю, что необходимо сходить посмотреть. Вот хуже не будет, однозначно. Просто удивляешься искусству реставраторов, которые все-таки привели это в порядок, потому что, представляешь, там 8 столетий, там, просто ужас. Старина-старина. Вот. Ну, собственно говоря, все, вот такие фрески, я в выстроенном темпе еще раз говорю, показываю вам, чтобы посмотрели. Посмотрели. Скульптура здесь есть. Посмотрите, пожалуйста. Интересно. Интересно. Ну, если, скажем так, могила Джулетта на меня не совсем произвела такое обалденное впечатление. Ну, был. Поставил галку. Да, действительно, могила Джулетта. Я сначала даже не понял, что это могила Джулетта. Вот. То музей, конечно, произвел впечатление красиво. Просто, просто шикарные портреты, шикарные скульптуры, которые можно посмотреть, увидеть. И удивиться, конечно. Удивиться красоте, обилию этих скульптур, этих росписей, этих фресок. Просто офигеть. Здесь представлены фрески и картины, датированные X-XVI веками. Их тщательно собирали по всем реставрируемым палаццией Вероны и переносили сюда. Ну, а затем двух, конечно, восстанавливали. Потому что, в общем, они действительно могли быть утрачены. Ну, слава, это заслуга реставраторов, конечно, итальянских. Они просто молодцы. Джованни Батиста, Бернандина Индия, Доминика Бруса Зорзи, Симон Бианко, Паула Фаринатти, Ансель Маканера, Джованни Франческо Коротто, 1480 года. Геравана Бансинори, Климента, Патчирадо, Антони Балестра, Тротти, ну и так далее. Конечно, у меня с итальянским не очень, поэтому, может, я ошибся в произношении. Я бы сказал так, прошу прощения. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел вам рассказать. Посмотрите, кто досмотрит, кто досмотрит. Кто не досмотрит, тот не досмотрит. Но все равно, в любом случае, будете в Вероне, надо, конечно, наверное, все-таки сходить. Сначала сходить в Том Джульетте, я о нем рассказывал, у меня сюжетик есть. Там написать письмецо Джульетте. Там можно написать. И, кстати, монахи отвечают на них. Как говорят, я, кстати, тоже там что-то написал. Вот, ну, поэтому после этого зайти, действительно, в монастырь. В крипту монастыря Сан-Франческо Аль-Корса. Называется компресса Сан-Франческо Аль-Корса. Ну, и посмотреть, конечно, на гробницу Джульетты, знаковое место. Хотя некоторые источники говорят, что, в общем, не вестно, там она похоронена или нет. Но надо верить, конечно, и спасибо сэру Шекспиру, что он придумал такую вот рассказку. Это действительно интересно. Да надо верить, конечно. И, ко всему прочему, посмотреть не только гробницу Джульетты в этом монастыре. Ну, и, конечно, музей, который на меня произвел очень приятное, хорошее впечатление. Все, всем пока, всем привет. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok